Итак, господа, этот трехраундный победник в мяклубе в середине регионе представляем у оппонентов. Первым по традиции спортсмен в щенем углу. Ему 22 года. Официальный вес 72,8 килограмма, рост 178 сантиметров. Профессиональный рекорд в пяти боях. Пять побед. Базовый стиль ММА. Он представляет республику Кыргызстан в щенем углу. Мэк Ти Бек Орубай. И его соперник в красном углу. Ему 26 лет, вес 70,5 килограмма, рост 180 сантиметров. Профессиональный рекорд. Также пять боев, пять побед. Базовый стиль также ММА. Он представляет Российскую Федерацию. Дагестан. Город Хасаевт в красном углу. Халид Сатуев. Реферин бейдинга Георгий Бегадзе. Москва. Ну и сразу по лицу, не знаю почему, но удается определять борцов. Как только ты увидишь Халиду даже на улице, несмотря на его уши, сразу понятно, что это представитель войны борьбы. Что он занимался этим спортом? Ну, с пониманием, ой-ой-ой. А проверь сейчас ваши слова, спортсмен. Немножко. Знаете, боксеры очень любят пафосно так говорить. Борца узнаешь по ушам, а боксера узнаешь, когда проснешься. Вот. Ну, а сейчас мы видим представителей смешанных единоборств, первую очередь. И поэтому, чего угодно можно ожидать. О, отлично. Кстати, обратите внимание, как интересно. Сработал фактически апперкот прямой. То есть сначала подсел, сработал левый апперкот и потом из дальней руки. А вот и отличился уже киргизский спортсмен. Да, киргизский боец. И попытка тут же перевода. А мы помним, что киргизский спортсмен большой мастер удушающих приемов. Шею ему лучше не отдавать. Ну, а тут уже Халид попытался сначала как раз-таки в излюбленной манере своего соперника Ролбая действовать. Но тут же киргизский боец освободил шею. И вот продолжается попытка перевода. И, в общем-то, практически успешная. Да, успешная. Да, вопреки словам вольной борьбе. Ну, вольная борьба и вольная борьба в ума, то есть у стенки в данном случае, это две совершенно разные дисциплины. Стена вносит очень серьезные коррективы и в стойку. О, какие тяжелые удары. И обратить внимание, все равно эти удары он наносит для того, чтобы заправить ноги. То есть это читалось, по крайней мере. Но при этом... То есть уходит на удушающие. Это были не такие обозначающие удары, да? Акцентированные. Акцентированные. Очень тяжелые. И сейчас, на самом деле, непросто приходится Халиду Сатуеву. В очень непростой ситуации он находится. Да, Мактебек делает то, что хорошо умеет. И развернулся Халид. Вышел он из этой ситуации. Левый такой размашистый удар от Мактебека. Хорошее попадание. Ну, тут обоюдные удары были. Начинают так вот зарубаться спортсмены. Не успеваешь каждое из действий комментировать. Наверное, и нет в этом необходимости. Зрители и так все видят. Ну, я бы сказал, что хорошая работа бойцов – это отдых для комментатора. Нам не надо ничего доставать из воздуха. Вы все видите своими глазами. По-настоящему динамичный бой. Отлично себя показывают спортсмены сейчас. Обратите внимание, опять именно с помощью стены делают переводы. То есть здесь уже не получится к окольной борьбе отбросить ноги. Надо уже делать все по-другому. Да, это удачно получается, когда ты в центре октагона. Да, да, да. Или лицом. А здесь очень надо коррективы, конечно, вводить в свою технику. Так, показалось сначала, что взял на обвив, но нет. Очень надежно работает киргизский спортсмен Мактебек Аралбай. При том, что, может быть, не все у него получается, он очень хорошо нейтрализует действия противника. То есть он и не дает ничего делать. Вот что важно. Вот сейчас, кстати, вопреки нашим словам, с подхватом вышел чеченский спортсмен. И на выходе он справа. И на выходе он справа. Да, сработал. Обил. Здорово. Стоят, стоят друг друга спортсмены. Приятно смотреть. Ну, равную и динамичную схватку. Справа, как посмотрите, снова Мактебек отвечает. Жесткий, жесткий правый, конечно. На правый тут. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Слушайте. Чувствовал, что получается у него правый боковой. И особенно ни на что больше не разменивается. Ждет момента и выстреливает конкретный. Ну, раз заходит, так смысл что-то придумывать еще. А вот Халид Сатуев, он старается разнообразить. И пока, ну, большой вопрос, с кого получается лучше. Очень хороший раунд проводит киргизский боец. Да, многое у него получается. Внутренние лолкики. Ну, и справа отвечает неплохо Халид тоже. Вот эта двойка мимо цели. Мне нравится, что он на автомате, после двойки смещается в сторону. Закончен первый раунд. Очень насыщенный, яркий, динамичный раунд. Но, наверное, стоит предположить, что чуть лучше, предпочтительнее был именно Мактылбек Ролбай. Вот здесь, посмотрите, близок был даже, казалось бы, в этом эпизоде к завершению досрочному киргизский боец. Но... Да, жесткие у него удары. Перестал он доносить эти самые удары. Ну, понятно, почему. Потому что до этого он практически все победы одержал удушающими приемами. И, в общем-то, зачем менять, если это работает? Не выглядит уставшим, кстати, киргизский спортсмен. Он уже на ногах. В общем, примерно одинаковая работа секундантов была сейчас в перерыве. Единственное, что больше работали с руками, в том плане, что, возможно, они забились у Халида Сатоева. И больше просто обмахивали полотенцем киргизского спортсмена. То есть, видимо, конкретные части тела у него не забились, чувствуют себя в этом плане хорошо. О, неплохо. Это да, корпус от Сатоева. Как спрятал вот эту уширу. О, хорошая двойка. И навстречу друг другу попали спортсмены. И хорошее попадание в исполнении Сатоева. Двойка. Еще одна. Смотрите, как вернул. Это хорошо. Это подозрение Сатоева, что он не попал в голову. Что на трех точках в этом эпизоде находился соперник его. Ну, жесткий лоу такой подрубающий. Вы знаете, честно, вот такое приятное ощущение, что хочется просто смотреть поединок. Он сам говорит за себя. Он сам говорит за себя и просто его приятно наблюдать. Очень тяжелая двойка опять от Сатоева. Да, на прямых он поточнее, безусловно. Тут джеб, тут двойка регулярно заходят. А вот жесткий акцентированный удар уже от киргизского спортсмена. В этом раунде он пока их в должной степени еще не применил. И попытки перевода от Махтебека Ралбая. Да, практически у нас на комментаторской позиции спортсмены. Мы, ну, собственно, вспоминаем предыдущий гурький опыт. Достаточно далеко от клетки сейчас имеем монитор. Поэтому на этот раз не собьют. Так, и есть перевод. Ну, практически есть перевод. Я бы отвратил его подхватом. Вообще защита подхватом – это очень хороший вариант защиты. от проходов ноги, от работы с корпусом. Как-то поточнее, поуспешнее, что ли, в этом раунде выглядит чеченский спортсмен. И сейчас справа очень хорошо на выходе добавил Сакуев. Двое, как? Отлично. И сопер-шоты, как зашел? Хорошо. Левый, правый. Попытка перевода. Очередная от Ралбая. Честно говоря, немножко удивлен и впечатлен тем, как здорово, ну, видимо, отдохнул, настроился или как-то переосмыслил промежутки Халид Сатуев. Потому что, ну, выводы точно были сделаны. Вот сейчас мы видим первую по-настоящему опасную в исполнении, кстати, обоих спортсменов. Ну, и попытка Кимуры, ну... Да, да, да. Вот перевод со стороны киргизского спортсмена и попытка Кимуры. Ну, честно, я очень давно не видел уже, чтобы Кимура у кого-то проходила. Но почему бы не сейчас? Сейчас она тоже не пройдет. Не прошла уже. Уже не прошла, да, вижу. На динамике получаются самые разные приемы. И посмотрите, как атакует Ралбай сверху. И тут аптеки, и прям доходят на цели оба. Ну, в общем-то, если не считать вот этой концовки, то раунд, пожалуй, все-таки за чеченским спортсменом. Если хочет его в свою пользу как-то завершить Мактрепек-Аралбай, то вот сейчас прям самое время. Ну и, кстати, 50 секунд для этого есть. Возможность у него для этого есть. Очень непростой, интересный, зрелищный поединок. Загадка, загадка для меня, как судьи отсудят вот этот второй раунд. Но есть перевод развития, пока мы не наблюдаем. Да, вот если бы был бы взрыв со стороны тиргизского спортсмена и несколько жестких, четких попаданий, тогда было бы, я думаю, судьям еще сложнее. А здесь им просто сложно, ну и, к счастью, им с этим разбираться, а не нам. В боковой контроль все-таки заходит Аралбай. И наверняка бы что-то полезное для себя он из этого выжил, но нет времени. Если было бы время, да, возможно. Но сейчас, посмотрите, Халид очень сильно устал, видно. Аралбай по-сюжее выглядит. Да, логично все-таки вот эта минута, последняя, проведенная снизу, она сказывается. Сказывается, безусловно. Вот они, вот эти двойки. Очень хорошие вообще прямые удары сейчас были у Халида. А Мактепек, Аралбай, боковыми не отличился, но отличился борцовскими действиями, наконец, под конец раунда. Наконец, под конец раунда. Неплохая, да? Да, интересная игра сло. Да-да-да, пора давать заслуженного тавтолога. И опять кажется, сейчас свежим раньше встает киргизский спортсмен, дышит, показывает, что у него все хорошо. Точнее, даже не показывает, а просто видно, что у него все хорошо. Но насколько это сейчас дат ему должное преимущество в этом раунде и проснется ли он в нужный момент? То есть мы видим, что первую половину второго раунда он все-таки больше, наверное, отдыхал. Включится ли он сразу или включится ли он позже, но именно в нужный момент? Вопрос. Ну, давайте посмотрим. Так, раунда под номером 3, решающий. Опять же повторюсь, Любу дорого смотреть этот бой. Справа-то, смотрите, как себя снова заряжает высотой, еще хай-кик добавлять. Ну, здорово держит удар Ралбай. Удар с разворота прошел так, по-красателю. Да ему что-то такое ощущение, как горох об стену. Как-то непринципиально. Ну, бьет, но попадает. Ну, крепкая голова парня. Очень крепкая. У другого вопроса, что эти удары могут накапливаться, и нельзя, конечно, пренебрегать ими. Сам так тоже неплохо попадает Ралбай. Все-таки, конечно, сильной разнообразней, сильной разнообразней чеченский спортсмен. Ну, это совершенно не гарантирует, ну, какого-то полного преимущества. Да, более однообразно работает Мактебека Ралбай. Да ну и что, он все равно успешен очень во многих эпизодах. Ну, зачастую побеждает тот, кто делает одну вещь гораздо лучше. Да, ну, как-то очень хорошо. Так, а вот здесь. И, кстати, здесь вполне себе может быть мешающий прием. Очень плотный захват в исполнении Халида. А, нет-нет-нет-нет-нет, смотрите. На самом деле, киргизский спортсмен сейчас поступил очень мудро. Да, он вывел ногу мимо себя, тем самым не дав себя захватить. И это одна из самых, ну, лучших, что ли, техник, тактик, не знаю, как угодно можно называть в этой позиции. Если тебя душит, голова у тебя находится под одной мышкой, да, надо срочно заходить в противоположную сторону. И здесь сейчас он совершенно четко это и реализовал. И вот, смотрите, он сейчас вместо того, чтобы просто уйти из удушающего, уже находится за спиной в маунте, за спиной в двух, ну, в лучших положениях смешных единоборствах. Прихватил, смотрите, прихватил одну из рук и наносит акценсированные удары. Хаммерхвисты. Халик поднимается. Отлично. Разворачивается. И все-таки срывая аплодисменты тех... Вполне заслуженно, да. ...звидетели, которые все-таки... И вот в который раз, как он здорово защищается подхватом, обратите внимание, от работы в корпус, от проходов в ноги. Вот эти подхваты у него поставлены очень хорошо. Даже такие незавершенные, они все равно сбивают атаку противника. А будет ли сейчас перевод? Мне кажется, здесь сейчас действительно от физических кондиций очень много зависит. И кажется, вроде бы, все-таки киргизский спортсмен немножко посвежее. Но вот, например, сейчас он и с хорошей позиции, а вот он, может быть, пробует за спину зайти. Давайте смотреть. И на выходе попадает Сатуит снова. Влево-прямой, право мимо цели. Слушайте, ну прет и прет вперед киргизский спортсмен. Вызывает огромное уважение. Посмотрите, как он хорошо дышит. И дышит, и удар держит. Но Хамеда уже не хватает свежести. Хотя, знаешь, что он тоже прям язык на плечи положил. Нет, нет, работает. Ой-ой-ой, неудачно, да. Неудачно сейчас попадание в пах. Ну, от этого никто не застрахован, что поделать. Что сейчас подсказывают? Так обвинялись миддл кик на фонд пик. Кто-то подсказывает перевести. Кто-то подсказывает, как нужно правильно уходить от тейкдаунов. То есть выбирай. Да-да-да, хасавиртовский диалект, он чуть-чуть отличается от нашего. И нужно бывает прислушиваться иногда. Особенно, когда шинно. Послушал коробку, сказал переводить. Да, и сам заходит в маут. Вообще логично для человека с родины Буэйса Рассатива. И снова в мауте находится Харик. Пахки, локти, плотнейший. А дальше что? Ну, не удержать на выходе колено. Да, Мактебеку, Роулбай. Прекрасный спортсмен. Сурас можно его удержать. Посмотрите, как он сбил. Сильный, физически сильный. И в плохое положение попал, а все равно вышел. Хороший миддл кик. Удар с разворота. Вот мне кажется, что он сейчас концов не заберет. Харику, конечно, нужно сейчас постараться держать дистанцию вот этими с вами. Двое-двое-двое-двое комбинациями выстреливать. Тем более, что они заходят зачастую. 10 секунд, концовка. То включится. Может быть, эффект неожиданности. Решил использовать Сокою попыткой перевода. Да. Ух ты, ничего себе. И перевод. Да. И перевод, однако. Завершается поединок очень непростой, очень уморный. Равного, в общем-то. Да, такие качели. Для меня совершенно загадка, как чью руку сейчас поднимут. Не представляю. Но очень интересно. И вот в таких ситуациях ты радовался. Прямо как в Мэйме. Когда ты не сиди. Да, да, да. Прямо как в Мэйме. Ничего не понятно, но очень интересно. Вот этот эпизод, конечно, можно и так, и так трактовать. Непонятно, был ли это запрещен удар. Не был. То есть, ну, как тут зафиксировать. Ну, объясню. Суть в том, что сколько точек в этот момент было на конвасе. По-моему, сейчас по правилам не просто три, а как-то сложнее. Но неважно. Третья точка должна к Цитирум находиться на конвасе. Вот суть в два года. Вы посмотрите на рейтинг. Вы посмотрите на рейтинг.